С момента подписания договора о коллективной безопасности, а это было 15 мая 1992 года, прошло 30 лет. Организации договора о коллективной безопасности, которая была учреждена 14 мая 2002 года, исполнилось 20 лет. Эти две даты собрали в Москве на юбилейном саммите лидеров государств-членов ОДКБ. По итогам встречи глав государств был подписан ряд совместных документов. Здравствуйте! Аббревиатура ОДКБ известна многим. Она давно на слуху и на устах, как говорится, и в основном, конечно, у политиков. Но в январе нынешнего года в сознании и понимании многих жителей постсоветского пространства ОДКБ обрела, наконец, некое смысловое значение и определенную вполне материальную суть. Это случилось, когда в начале января вспыхнувшие в ряде городов Казахстана протестные акции переросли в массовые беспорядки и погромы. И в этой связи президент Казахстана обратился к лидерам ОДКБ с просьбой об оказании миротворческой поддержки. Своё решение глава Казахстана объяснил тем, что в стране действуют террористические банды, подготовленные за рубежом. В ночь с 5 на 6 января Совет коллективной безопасности принял решение обведения в Казахстан миротворческих сил ОДКБ. Именно тогда для многих рядовых граждан ОДКБ перестало быть просто аббревиатурой и наполнилось определенным смыслом, обретя вполне осязаемые материальные черты. Тем не менее, и сегодня еще есть люди, которым организация договора о коллективной безопасности представляется не совсем понятной, где-то даже формальной организацией, а участие в ней Казахстана им видится напрасной тратой времени и средств. Сегодня ОДКБ уже доказало, что это далеко не так, показало свои возможности, проявило свою дееспособность и организованность. Хотя надо сказать, что в истории договора о коллективной безопасности и позже при создании на ее основе постоянно действующей международной региональной организации, возможно, имели место некие формальные подходы. Сказать точно очень сложно. Но в то же время история организации, призванные обеспечивать коллективную безопасность, имеет свои особенности и довольно примечательные политические нюансы. Дело в том, что договор о коллективной безопасности был подписан в городе Ташкент и даже имел второе название – Ташкентский договор. Но официальный Ташкент после первых пяти лет действия договора решил выйти из него. И этот нюанс политические аналитики так и не сумели объяснить до конца. Хотя договор предусматривает, конечно, добровольный выход из него любого из участников в любое время. Изначально участниками договора были девять стран постсоветского пространства. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года и был рассчитан на пять лет. Но предполагалось продление его действия по согласованию. В 1999 году нынешние члены ОДКБ Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали протокол о продлении договора. А вот Грузия, Азербайджан и Узбекистан вышли из него. 14 мая 2002 года, как я уже сказал, было принято решение о преобразовании договора в полноценную международную организацию, организацию договора о коллективной безопасности. А в августе 2006 года было подписано решение о полноправном присоединении Узбекистана к ОДКБ. Узбекистан вроде бы вернулся, но, как оказалось, ненадолго. Через 6 лет в июне 2012 года официальный Ташкент уведомил партнеров о решении приостановить свое членство в организации. Такие нюансы в хронике становления ОДКБ, сложно объяснимые с точки зрения стабильности международного партнерства, тем не менее не повлияли на общий ход развития организации. Но вот что интересно, до 2001 года договор о коллективной безопасности, по сути, не имел в своем распоряжении коллективного воинского контингента для решения стоящих перед ним задач и выполнения обязательств. Поэтому решение о создании коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности считается принципиально важным. Оно также дало дополнительный импульс для создания собственно самой ОДКБ. А принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 2004 году резолюция о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН в значительной мере подтолкнуло интеграционные процессы в рамках ОДКБ. Заметно оживило практическое сотрудничество стран-членов организации. Новый этап военно-тактической интеграции в рамках ОДКБ привел к созданию коллективных сил оперативного реагирования в 2009 году. С этого времени военное сотрудничество членов организации носит уже значительно более интенсивный стабильный характер. Ежегодно участники договора проводят совместные учения. В качестве основных задач сил оперативного реагирования определены вопросы противодействия военной агрессии и проведения специальных операций по борьбе с международным терроризмом и радикальными проявлениями экстремизма. Противодействие транснациональной организованной преступности, борьба с наркотрафиком, участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера также входят в перечень задач коллективных сил оперативного реагирования. Деятельность ОДКБ направлена на достижение основных целей и решение базовых задач, таких как укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости территориальной целостности и суверенитета государств-членов организации. Для достижения этих целей и решения вытекающих из них задач ОДКБ имеет сегодня все возможности, военно-технические в том числе. Тем не менее, страны ОДКБ в этом вопросе все же отдают приоритет политическим средствам и мирным способам решения задач. Хотя надо признать, что сегодня в мире, в том числе и в пределах интересов и рубежей ОДКБ не все так мирно и спокойно, как хотелось бы. Вот почему в своем выступлении на юбилейном саммите президент Кыргызстана однозначно определил и обозначил болевые точки, откуда исходит потенциальная угроза стабильности и миру в Центральной Азиатском регионе. Он, в частности, отметил необходимость держать в центре внимания и анализа ОДКБ так называемую афганскую проблематику. На этом направлении необходима реализация всего комплекса политико-дипломатических и военно-технических мер обеспечения безопасности, сказал президент. Одновременно важно оказывать гуманитарную помощь афганскому народу, среди которых есть и наши сородичи, подчеркнул глава государства. За два десятилетия со дня образования у ОДКБ не было реальных причин и повода продемонстрировать свою готовность защищать интересы членов организации. Но первая же необходимость совместного решения задач коллективной безопасности, я имею в виду январский кризис в Казахстане, продемонстрировала готовность сил ОДКБ к выполнению поставленных задач, оперативность, дееспособность организации, профессиональную подготовку и воинскую выучку личного состава. На юбилейном саммите принято решение о награждении военнослужащих коллективных сил ОДКБ, наиболее отличившихся в ходе выполнения миротворческой миссии в Казахстане. В числе воинов, представленных к наградам, есть и кыргызстанцы. Собственно говоря, по-другому и быть не могло, наверное, поскольку опыт проводимых ежегодных учений ОДКБ наглядно показывает, насколько наших ребят выгодно отличает высокий уровень специальной подготовки, профессионализм и воинская дисциплина. Нет сомнений в том, что и моральный дух наших воинов подстать их профессиональному уровню. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!